Ван Панчман, 202 глава. Плохие парни. Извини, но я собираюсь победить. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Всем привет, друзья! Это обзор новой 202 главы манги Ван Панчмана, в которой произошло много чего интересного. Но давайте по порядку. В предыдущей главе мы увидели с вами, как Гару атаковал многоножку-мудреца. Но на этом глава закончилась. А сейчас давайте вернемся к новой главе, которая начинается с места эвакуации. Пострадавшие герои и обычные люди пытаются покинуть поле битвы, и они в шоке от происходящего. Они думали, что все уже кончено, как внезапно появились эти жуткие монстры. Тем временем, после атаки на многоножку, Гару замечает вдали спасательный вертолет, в котором находится малыш Торео. Гару обрадовался тому, что тот сумел сбежать и спастись. Он понимает, что ему нужно отвлечь многоножку, чтобы та не сбила этот вертолет. Но было уже поздно, и монстр догадался, в чем дело. И начал угрожать тем, что океанская злая вода собьет его, если тот хоть сдвинется. Что и происходит. Мгновенно, многоножка и злой океан атаковали Гару и откинули его. В эту секунду, многоножка замечает, как нечто на высокой скорости направляется к злому океану. Это оказывается разозленный Сайтама, который применяет серьезную атаку из серьезных серий. Он разбивает океан на две части, тем самым уничтожая злую воду. По крайней мере, в этом уверена многоножка. Но лично я думаю, что не так просто избавиться от злого океана, и в будущем мы ее еще увидим. Итак, после удара, Сайтама замечает авианосец, в котором весь экипаж в шоке от происходящего. Но внезапно капитан замечает кого-то на палубе. И это оказывается Сайтама, который приземлился туда. Который, поняв, что там нету места, чтобы поднять корабль, говорит вот что. Так вот что чувствуешь, когда занимаешься серфингом. После этих слов он действительно серфит на огромном авианосце, как будто это мелкая доска. Многоножка не понимает, что произошло. Но не время расслабляться. Гару бежит к монстру, но тут неожиданно появляется стальная бита, которая атакует монстра своей техникой драконнего разгрома. Но монстр не получает никакого урона, и бита отлетает и бьется на землю. Встав на ноги, он видит Гару во влече монстра. И узнав его, начинает кричать. Охотник на героев? Снова решил встать у меня на пути? А? Нам показывают флешбек из второго сезона, когда бита направлялся к многоножке старейшины. Но Даки не дошел, так как Гару встал у него на пути. И им пришлось подраться. После чего бита упал в обморок, и многоножка старейшина была повержена Сайтамой. Как я и говорил в предыдущем обзоре 201 главы манги, стальная бита тут, чтобы наконец расправиться с многоножкой. И это его шанс. Бита атакует Гару, но тот уклоняется от него и говорит, что сейчас не время. Бита не понимает этого и бежит за ним по спине многоножки, и орет, что на этот раз не даст ему сбежать. В этот момент многоножка собирается атаковать репортерский вертолет, но в эту же секунду Гару прыгает туда, а бита на невероятно высокой скорости отбивает атаку многоножки. А Гару, схватившись за вертолет и накричав на пилотов, чтобы те свалили отсюда, откидывает вертолет подальше. Бита видит, как Гару летит на него и собирается блокировать его удар. Но оказывается, Гару улетел на монстра. После серии серьезных атак, они оба приземляются и встают спиной к спине. Бита не понимает, что происходит, ведь он только что увидел, как охотник на героев, который превратился в монстра, только что спас вертолет и атаковал многоножку. Он говорит, что Гару стал добрее, чем раньше. А Гару затыкает его и объясняет, что сзади них находится спасательный вертолет, в котором находится пацан, которого они собираются спасать. Напоминаю, что главным приоритетом всей миссии атаки на ассоциацию монстров было спасение сына одного члена геройской ассоциации. И именно про это Гару и говорит. Бита бесится с того, что Гару начал им помыкать. А тот злится на него и говорит, что тот уделал его, будучи простым человеком. И что в данный момент спасение мальчика должно быть для него приоритетом. В эту секунду на них мчится многоножка, обзывая их букашками. Но Гару вместе с Битой просит его заткнуться и пинают одновременно, как игрушку. И откидывают его морду. Тем временем, Сурю и его сестра смотрят новости, где показывают Гару, который напрыгнул на вертолет. И ведущие новостей гадают, смогут ли герои С-класса справиться с ним. Они, естественно, не понимают, что тот спас их от многоножки. Сурю говорит, что не чувствует от него убийственной ауры. Что доказывает то, что Гару действительно спас их, а не использовал вертолет, чтобы откинуться от него и полететь на многоножку. Что ж, на этом глава заканчивается. Судя по всему, новую главу мы можем увидеть уже спустя пару недель. Остается ждать. Будем надеяться, что новые главы будут выходить каждые две недели. Данная глава мне понравилась, но не так сильно, как предыдущая. Все-таки, думаю, нам дали передышку после 201 главы. Надеюсь, что в дальнейшем нам раскроют бласта этих героев, точнее, Стражей Вселенной, Бога и все, что с ним связано. Друзья, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok